добрый день значит вот я только что записал видео такое по поводу новостей холодного ядерного синтеза так называемого и мне сразу же виктор обнинский прислал интересную ссылку на презентацию синтез теха значит спрашивает а вот у них тут есть определенного рода достижения не могу ли как-нибудь прокомментировать я их прокомментировать могу могу в том простом смысле что вот они здесь намерили другого содержания титана что по всей видимости сапоги должен все таки точить сапожник да ну вот так давайте разбираться что они тут намерили и как мы эти будем интерпретировать этих данные на самом деле значит опять люди занимаются нашим любимым масс спектрометром прибор сложный требующий определенного рода навыков их интерпретации оснащенные программным обеспечением который работает не совершенно непонятно как и я утверждаю что для наших целей то есть измерения изотопного состава этот прибор чрезвычайно малополезен и вот почему вот здесь например берут и серу и говорят что вот есть природные изотопы вот так они сделаны и они отклонения никогда никаких не бывает вот если у нас действительно есть некоторые отклонения в изотопном составе то мы можем говорить что нас проходят ядерные реакции то есть что-то с чем-то сливается что-то где-то происходит в общем химический состав очень надежный хорошо можно мерить например рентген и флуоресцентным спектрометром тогда мы можем химический состав понять я не знаю как его штурмовать если он что-то показал то по всей видимости этим данным можно доверять что за остановка у синтех а как он там это еще раз называется это контор это синтез тех у синтез тех а у синтез тех а там существует очень часто масс-спектрометри одновременно оснащены например инген и флуоресцентным спектром спектрометрами вот они как они работают это непонятно потому что когда мы пишем научную статью то принято конечно ссылаться на марку прибора который мы измеряет на методологию измерения чего чего-либо еще и вот они здесь и меряют определенного рода чудеса вот они видят что у них в обычном титане в 46 изотопе были значит всего лишь но достаточно много то есть 8,25 процента его срок шестого в общей численности а когда они что-то с ним там поделали значит можно утверждать что там становится 389 я даже скажу что они с ним поделали это можно примерно догадаться что у них там происходит вот такая вот вещь 389 чудо у нас изотопный состав чего угодно изменился но давайте посмотрим подумаем как работает у нас макс спектрометр макс петромет меряет отношение м к е почему потому что он берет но то сидят аргон аргонный на на аргонной горелке он работает он выжигает все химические элементы приводят их практически к атомарному виду и ионизирует их и старается ионизировать таким образом чтобы чтобы там был утраченным только один электрон конечно иногда теряется и два электрона но эти программное обеспечение подобного рода состояние она отбраковывает но что это означает это означает что например меньше место 46 титан мы будем наблюдать что-то с массой 23 то есть ровно попала это все правильно это все хорошо но это аргонная горелка далеко не всегда разваливает химическое соединение полностью что здесь происходит здесь у нас происходит тем что аргонная горелка у нас мере разваливает не на титан она разваливает на гидрит а на самом деле на гидрит сейчас чуть позже скажу об этом титана да это означает что у нас есть устойчивое соединение скажем титан плюс водород и соответственно его масса будет ровно на единицу больше по всей видимости у нас здесь происходило гидрирование титана в реакции вот они не говорят что это такое но происходило на смеси дитерия и против притом дитерия было гораздо больше или просто они взяли какой-то дитерии не не очень высокой частоты и гидрировали им титан вот так вот что у них происходило в результате когда они на масс-спектрометры начинали это мерить у него часть всех всевозможного титана она была собственно титаном то есть был полностью от от него отвалились все остальные его химические собрать из другие его соединения а часть была с не отвалившимися и атомами и дитерия и теперь именно вот в основном но иногда некоторые не отвалившись атоме против и чему это приводит это приводит к тому что у нас все в основном химические ну все изотопы они как бы становятся тяжелее на две единицы то есть вместо 46 титана у нас должно возрастать количество 48 а вместо 48 у нас должно возрастать количество 50 и вот мы это на самом деле наблюдаем вот они так берут и берут и возрастают 47 разумеется превращается в 49 часть реакции происходит с участием против то есть 46 превращается 47 и так далее и мы видим что все легкие и количество снижается а всех тяжелых возрастает плюс для масс-спектрометра является существенным что у них существует между вот этими пиками определенного рода интерференции как интерференции потом с ними компьютерная программа сопровождающиеся вычисления расправляется совершенно непонятно вот то есть на самом деле никакого чудо по всей видимости по моему мнению по крайней мере не происходит а происходит просто обычные неточности и проблемы связанные с работой масс-спектрометра потому что еще раз говорю я повторяю всех своих видео на для сложных вот таких приборов измерений надо пользоваться адекватной им измерительной техникой лучше всего как человека немножко занимавшегося в ляфи нейтронной физикой нейтронно-активационный метод это аналог рентген на флуоресцентном метод только для ядер мы посвятили нейтронами все после этого ядра перешли соответственно возбужденное состояние и после этого они падают состояние основное в испуская гамму это гамма вот как рентген до в для рентгена флуоресцентном метод является отпечатком пальцев для каждого изотопа вот и тогда не будет происходить подобного рода чудес вот которые караманов наблюдает и делает из них чрезвычайно важные выводы никто не в мире и нигде в мире такого не делает это факт является надежным доказательством осуществления холодной трансмутации в рамках проекта синтез тех является на мой взгляд это не в ни в коем случае не надежным доказательством является тем что каждый человек должен заниматься только тем делом то есть историк там учить людей уму разуму до физик заниматься анализом данных масс спектрометра допустим ну вот такие вот такие вот дела и вот в этом могут достигать все желающие мы планируем расслать также кебросы неверующим пусть сами проверяют да 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 то вот вот они опять еще вот такие вот вещи ну и разумеется тут предлагаются стать инвесторами падеж со скидкой можно стать с инвесторами это это в этого мероприятия со скидкой они новый корпус переезжают что-либо еще еще раз когда мы говорим о таких серьезных вещах как значит измерение изотопного состава доверять и масс спектрометру особенно с их непонятно как работающим алгоритмом а их алгоритмы еще раз повторяю что и природные соотношение изотопов как-то зашито мир здесь от ванаде отфильтровывают тяжелые изотопы титана тоже не очень понятно да вот там сканди еще где-то рядом болтается тоже как-то отфильтровывать но по какой в какой программе это говорить абсолютно бесполезно пока не столкнешься собственно с установкой не поймешь на каком алгоритме она работает вот так вот так вот так так что интерференции так что измерение места титана массы гидрида титана это для нас все является существенным то есть дитрит титана по всей видимости тот масс спектрометра скорее всего это аргонная горелка горелка не горелка горелка да они когда его развали разваливаю то есть все таки остается дитрит титана именно из-за и за счет того что часть 46 дитрит часть 46 изотопа титана меряется не в качестве собственно голого изотопа голого атома то есть голого иона а меряется вместе с его спутником находящийся в крепкой физической химической связи то есть с дитерием то он был как бы масс спектромет распринимается 48 изотоп и так далее то есть вот эта ситуация должна быть проставить если мы вспомним мы я же аналогичные претензии предъявлял экспериментам курашова и говорил что у господа я-то конечно в результате уверен что они просто-напросто идет неправильная интерпретация данных ввиду скудности скудности экспериментальной установки я им предлагал димитро гравт рядом взяли поехали нашли установку нетронно-активационную посмотрели что у них на самом деле а поскольку год прошел и тишина то я так подозреваю что что они получили то что они там должны были получить что есть просто сложные органические соединения вместо калифорния там ради чего-то и чего-то подобного и здесь точно такая же такая же ситуация еще раз макс масс спектрометр прибор ненадежный масс спектромет работает по сложному алгоритму в этот алгоритм самого начала зашито некоторые их природное соотношение как он работает что вычисляет органную органная плазма до конца не выжигает значит не вы не выжигает например дитери титана да он остается вместе и вот за счет мы вот этого все наблюдаем вот так вот так вот так как я уже говорил что как бы мое как бы участие во многих экспериментов российских она бы было бы вам то есть самим экспериментатором чрезвычайно полезно потому что в громадное количество денег можно было бы сэкономить вот его по большому счету после того чего я сказал ну этот проект можно закрывать весь этот проект их можно закрывать может них есть еще какие-нибудь достижения но демонстрируют они именно это они могут это проект закрывать не тратиться на оборудование использовать этот корпус возле дендрария под гостиницу скажем ну большое количество экономия средств вот так вот так такие у меня выводы спасибо за внимание спасибо виктор обнинскому за то что он не вот этот замечательный документ прислал